Дорогие друзья, это район Урды. Раньше это была окраина Ташкента. Здесь это недалеко была крепость. Крепостная цена, стена с воротами. Семнительная река Ангкор, которая течет через весь город. Вода здесь достаточно чистая, нет производства. Последнее производство будет выносить в следующих годах отсюда, с Ташкента. Вот строится экологически чистая зона. Такая вот зеленая вода. Мне объясняли, что это водоросль. Не знаю, насколько это все. В принципе, она здесь всегда такая была. Она зеленая, она чистая. Дальше мы пойдем посмотрим, что находится в этом районе. Не знаю, запаситесь терпением. Кому это интересно, посмотрим с вами эти старинные дома. Это уже строились при Сталине. Насколько я знаю, добротные дома, которые выставили землетрясение. После 1966 года мы еще вернемся к этой теме. Если успею, я вам расскажу. Было сильное землетрясение в Ташкенте. Всю информацию можно прочитать в интернете, что здесь разрушилось. Ну и напомню, что со всего Советского Союза приезжали строители в распоряжении Брежнева, чтобы построить заново треставрированный новый город в Ташкенте. Что, в принципе, можно сейчас замечать, что есть дома, устроенные у нас из Москвы строительными, из Ленинграда. Ну и очень много. Здесь очень красивая зеленая зона. Там находится площадь независимости, мы в Стопелик, бывшая площадь Ленина, где походили по радуги. Здесь вот опять же, обратите внимание на дома. Вот такие они все. Вечереет. Сегодня у нас 8 градусов, 8-9 было. Ночью будет минус 3, что, опять же, не характерно, повторюсь. Да. В Казахстане резкое похолодание и, ну, это резко, как у нас, умеренно континентальный климат. Вернее, у них, я прошу прощать. Поэтому погода, конечно, скачет. Ну, обещали на следующей неделе и на этой уже повышение температуры. В принципе, конечно, аномалия, но не включили отопление. Обещали 19 октября включить. Вот местные мучаются. Вот мы смотрим, как здесь все красиво, интересно. Да. Раньше здесь купался народ, потом запретили. Это уже после независимости Казахстана. вечереет. Сейчас у нас без 15.06 вечера. Вот это район Урды, напоминаю, там уже новые дома. Эта дорога ведет к центральному стадиону Пахтакор. А вот уже будет вроде, вероятно, сноситься, потому что здесь есть такие планы. Российский бизнесмен вообще Русман вкладывает очень много инвестиций в страну, в частности, в развитие спорта, футбола. Насколько мне сказали, так я не боюсь утверждать и не могу опровергать. Вот так вот мы идем дальше. Можно завернуть какой-то тихий дворик. Развначно спокойно все. Да, в принципе. Интересно прогуляться по таким вот местам. Местная живность. Привет, кот. Кот. Кот сказал привет. Ну, почему-то он дальше решил не здороваться. Ну, ладно, пойдем дальше. Посмотрим, как же все здесь тихо, уютно. В принципе, характерная черта. Заходишь в такое место и сразу тишина. Там машины едут. Очень много машин в Ташкенте в последнее время. Пробки появились настоящие. Завтра мы ожидаем приезд Путина в Ташкент президента Российской Федерации. Наверное, как будто огромные пробки. Как было это уже с президентом Лукашенко, который приезжал не так давно к выписам. Вот. То есть это было в сентябре. Ну, вот тихий дворик на ворде. Прогулялись. Кому это интересно, ставьте лайки. Держите комментарии. На самом деле, просто смотрите, наслаждайтесь Ташкентом. Тихим Ташкентом. В принципе, я, конечно, могу не разговаривать с вами, просто снимать. Может быть, вам и так интереснее будет. Так, мы зашли в тупик. Отсюда выхода нет. Здесь все-таки есть выход. Надо проверить. Нет, выхода нет. Вот висит замок. Да. Тут тупиковая ситуация, придется идти дальше. Немножко утомительно, конечно. Не знаю, кто здесь жил. и уехал. Наверное, все-таки интересно вспоминать. Такой дворик у нас поделанный. Возвращаться не будем. Пойдем дальше. Раз уж начали. Этот дом, видимо, все-таки построен в советское время. может быть, даже в 70-е годы панель. у нас детский садик. У нас детский садик. красиво. Здесь детский садик. Вот этот плющ. Плющ. альва растет. растет. Бери не хочу, гешни не хочу. Такая вот короткая у нас получилась прогулочка по памятным местам. поднимается. Вот это куда мы будем сейчас. Понимаете, хотелось бы, конечно, показать вам Ташкент, который не представлен в каталогах всех этих наших путешествиях, когда люди снимают все красиво. Вот Ташкент, который был раньше. Который, помните, кто уехал их туристам. Тоже, конечно, наверное, пройтись будет по этим улочкам. Но они едят, кто это не за этим. Снова мы выходим на дорогу в Студенную Пухтокор. Сократим немножко. Сократим путь и пойдем по непонятному газону. Я думаю, меня никто не осудит. Там вдалеке видно мост. Там мост на площадь поставили посты проверяющие. Вроде не пускают на площадь с этой стороны. Хотя, могло ошибаться опять же. Надо все проверять, показывать. Что, дорогие друзья, буду заканчивать. Сниму вам как-то отдельно с Диан Пухтокор. Кто здесь занимался, кто помнит это время. Потому что слишком затянутое видео, но наверное, не будет смотреться хорошо. А так до новых встреч. Пока здесь еще и будем снимать для вас много всего интересного. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok